А главное страшно хотелось, дожить до победного дня. И ради него без оклятки, мы отдали юность полна. Непокоренный Ленинград, так назывался концерт, который прошел в Медвежье-Озерском доме культуры. Он был посвящен 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Перед началом концерта в фойе развернули театрализованное представление, в котором участвовали актеры студии Дома культуры. Тема – будни блокадников, стойко переносивших бомбежки, голод и холод, но не сдававших врагу свой город. Мы пытались передать вот эти военные дни, когда людям было нечего кушать. У них была норма хлеба 125 грамм в день. И, собственно, у нас там даже в нашем реквизите присутствует хлеб, который мы пытались есть. Как с нами делилась наша бабушка больная уже, что мы жгли книги для того, чтобы в доме было тепло. Организаторы концерта постарались в хореографических номерах выразить великую скорбь по тем, кто не дожил до победы. Жителям Ленинграда пришлось многое преодолеть. Продовольствия катастрофически не хватало, так как немецкие войска уничтожили склады, обеспечивающие не только город, но и армию. Заместитель главы администрации городского округа Щелково Герман Верницкий в своем выступлении прочитал строки из дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой. Лека умерла 17 марта в 5 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Леша 10 мая в 3 часа дня 1942 года. Мама умерла 13 мая в 7.30 утра 1942 года. Следующая. Савичи умерли все. Умерли все. Осталась одна Таня. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы мы всегда это помнили. Спасибо. В концерте приняли участие певцы Екатерина Мелехова, Сергей Есин и Александр Югорский. На концерте солисты пели под аккомпанемент Щелковского эстрадно-духового оркестра. Мы не могли обойти стороной эту замечательную дату. Она, конечно, с одной стороны очень грустная, трагическая дата, но в то же время это снятие блокады, это все-таки победа. Выходила, песню заводила, Простивного, сида на орла. Удвиг ленинградцев навсегда останется в памяти нашего народа. Такими концертами, в которых звучат и трагические нотки, и одновременно музыка освобожденного города, и предчувствие победы, мы всегда будем отмечать 27 января. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok